Денис Семенихин. Еще один из старожилов Ютуба, который был невероятно популярен в свое время, да в принципе и сейчас сохраняет достаточно большую аудиторию. Благодаря своей физической форме, хорошо подвешенному языку и просто харизме, Денис Семенихин долгое время был фактически синонимом слова фитнес для русскоязычных зрителей. И кто бы мог подумать, что такого атланта всего за два года сможет не просто сместить, а скинуть с пьедестала обычный паренек из рабочего поселка под Донецком. Вот эта вся реальность была от меня далека, когда мне было 22 года. Когда 20 дней, как я приехал в Польшу, когда все дерьмовое в моей жизни уже произошло, а все дающее надежду еще не произошло. Мой худший день рождения 22 года. И что бы я себе пожелал, друзья? Можно как угодно относиться к Игорю Войтенко, но у него есть одна характеристика, которая отличает его от 99% других людей. Это невероятная работоспособность. Но об Игоре мы поговорим как-нибудь в другой раз, а сегодня я предлагаю вместе с вами посмотреть свежее видео с канала Дениса Семенихина, которое называется Каким хватом подтягиваться, как управлять акцентами на целевые группы и избавиться от боли в локте. Скажу честно, звучит многообещающе. Так что если вы тоже любите за ужином смотреть на красивые подтягивания, то приятного аппетита и мы начинаем. Друзья, я вас приветствую. Сейчас мы поговорим о том, как в зависимости от изменения хвата меняется нагрузка, которую вы подтягиваниями оказываете на мышцы. Естественные совершенно знания. Вопросов все время очень много. И это нужно понимать. Дело в том, что в зависимости от изменения ширины мы меняем акценты. Плюс очень часто возникает проблема с локтевым суставом. Особенно в этом месте. Когда вы подтягиваетесь часто и много, у вас здесь могут возникнуть болевые ощущения. От них можно избавиться. Но об этом я скажу чуть позже. Я сейчас максимально просто систематизирую для вас вариацию хватов. И какие мышцы в этом случае задействуются больше, какие меньше. С помощью этой градации вы сможете легко разобраться в любом, самым неожиданном варианте подтягиваний. Потому что вы поймете основные законы биомеханики. Прежде чем перейти к этому рассказу, я хочу напомнить, что одними лишь подтягиваниями форма, конечно, не строится, или подтягиваниями и отжиманиями. Нужно в комплексе нагружать свое тело. Точно так же необходимо контролировать вопросы питания. С этого момента у большинства людей возникает огромная путаница. Поскольку это просто является рекламной подводкой к его платному курсу, то мы ее пропустим и перейдем сразу к делу. Теперь к подтягиваниям. Первая вариация по ширине, вторая вариация, куда направлен хват. Это две основных меняющихся характеристики подтягиваний. Чем шире хват, тем больше локти расходятся в стороны и приходят в положение в плоскости тела. Поэтому именно широкий хват, ширина которого оптимально определяется тем, что в нижней точке предплечья перпендикулярны перекладины и, соответственно, параллельны друг другу и перпендикулярны земле. Вот она, ширина хвата, при которой локти находятся в плоскости тела. И нагрузка максимально акцентированно идет на широчайшие мышцы. Естественно, в подтягиваниях задействуется еще множество групп мышц. Здесь и грудные мышцы, потому что любое движение тяговое вниз, опускание плеча анатомического вниз будет подключать грудные мышцы. Но в этом положении при широком хвате в наибольшей степени нагрузку принимают на себя широчайшие. Основная нагрузка на широчайший будет ложиться вне зависимости от того, каким именно хватом вы будете подтягиваться, широким, на ширине плеч или узким хватом. Основную работу все равно будут делать широчайшей. Но стоит иметь в виду, что чем шире вы беретесь за турник, тем меньше будет доступная вам амплитуда и, соответственно, будет меньше нагрузка на мышцы. В этом плане подтягивания нейтральным узким хватом или подтягивания узким верхним хватом дадут вам максимальную амплитуду. Вы сможете максимально низко опустить себя вниз и за счет резкого движения поднять себя наверх. Что касается непосредственно широчайших при широком хвате, то терять амплитуду будете не только в нижней части, вот смотрите, вот широкий хват, вот я повис в широком хвате, а вот я повис в узком хвате, соответственно, руки выше. Но также и в верхней точке, потому что выше, чем вот такое положение, подтягивается будет травмоопасность. За счет того, что расстояние внутри вашего плечевого сустава будет минимальным, когда плечо находится под углом 45 градусов. И, соответственно, возрастает риск получения травмы за счет того, что у вас внутри что-то будет перетирать. Не обязательно это произойдет, но риск возрастает. Когда же у вас угол прямой, то есть вы подтягиваете вот из этого положения вот до этого, то, соответственно, риска травмы нет. В узком хвате у вас, в принципе, такой проблемы не возникает, потому что движение осуществляется по другой траектории. Я просил несколько ведущих спортсменов с очень крутыми спинами, включая Игоря Ковтона, включая Максима Трухановца, и все они признались мне, что подтягиваются плюс-минус на ширине плеч, это 50-60 сантиметров хват. Никто из них не подтягивается широким хватом для прокачки своей спины, и вы можете посмотреть на их результаты. Поэтому подтягивание с широким хватом – это скорее такой фитнес-орудимент, который следует оставить в прошлом и никогда к нему больше не возвращаться. Именно поэтому они так вылезают во время подтягивания с широким хватом. Демонстрирую. Вот он, хват. Вы видите, что не происходит никаких сгорбливаний вниз, никаких попыток вывести локти вперед. Мы подтягиваемся строго к груди, и руки двигаются в плоскости тела. Теперь продолжаем вариацию. Хват становится уже. От широкого мы переходим к более узкому. Смотрите, что происходит с локтем и с плечами. Хват уже, локти вышли вперед. Как только локти выходят вперед, у нас телу проще задействовать грудные мышцы. То есть, смотрите, раз хват сузился, локти ушли вперед. Проще, во-первых, подтянуть верхней частью тела, что и делают люди при классических подтягиваниях. Вы видите не раз. Кач назад происходит, да? То есть, даже если человек стартует без инерции, он все равно начинает двигаться по дуге. Для чего по дуге? Все для того, чтобы подключить грудные мышцы и мышцы пресса немного. Нет, нет, Денис. Движение по дуге осуществляется просто потому, что когда у тебя локти находятся впереди, ты в принципе не можешь подтянуть себя вверх никак. У тебя рукам некуда уйти. Есть вариант подтягивания с хватом уже, чем ширина плеч, при котором локти будут точно так же разводиться в стороны. Это подтягивание также некоторые называют подтягивание трамвайчиком. Так, значит он повис. Потом... Это намного тяжелее. И в этом случае у тебя никакой дуги нет, потому что локтям есть куда уходить, они уходят в сторону. Но если ты подтягиваешься и локти сгибаются перед тобой, то ты хочешь, не хочешь, когда у тебя локти наверху, ты находишься в прямую линию под перекладиной, но когда ты их опускаешь вниз, тело будет уходить назад. А то, о чем ты говоришь про исключение грудной, оно видно на последней стадии, когда люди сгорбливаются, когда вот они подтягиваются и сгорбливаются наверху. Это да, это они включают действительно грудную мышцу. Но само движение, когда они отходят назад от турника, оно вызвано абсолютно естественной траекторией опускания локтевых суставов, просто потому что больше локтям некуда деться. Когда ты их опускаешь перед собой, ты должен отвести тело назад. Но ты можешь не опускать их перед собой, как я уже сказал, ты можешь разводить их в стороны и подтягиваться таким образом. Это другой вид подтягивания, в нем больше работают руки, бицепсы, но это тоже возможно. То есть, если вы подтягиваетесь уже длительное время, вы это чувствуете, вы знаете, как подключить дополнительные мышцы, чтобы сделать себе проще. Это то, что мы видим при классическом хвате. Итак, подключаются новые группы мышц. При этом руки работают не столь эффективно, как они будут работать при обратном хвате. Да ешкин кот, еще один фитнес-бедолага, который называет нижний хват обратно. Мне становится, скажем, все более понятно, откуда люди набирают вот всю эту неправильную терминологию, но у каждого хвата есть свое официальное название, закрепленное в методических рекомендациях по спортивной гимнастике уже десятки, уже сотни лет. Уже все давно известно, и не нужно пытаться придумать что-то свое. Давайте просто откроем современную методичку по спортивной гимнастике международного образца и увидим, какие бывают хваты. Хват бывает верхний, нижний, обратный. Обратный хват Обратный хват Это не нижний хват. Это отдельный совершенно хват, который в обычной жизни очень редко используется. Для того, чтобы продемонстрировать, для чего он нужен, давайте обратимся к каналу Сергея Кудри. Был такой в свое время легендарный турникмен. Если вдруг вы его помните, обязательно напишите в комментариях. Я хотя бы буду знать, что старички нас тоже продолжают смотреть. И все еще, видимо, наверное, надеюсь, продолжают тренироваться. И вот в гимнастике спортивной обратный хват используется очень и очень часто. Но в обычной жизни, ввиду своей специфичности, он не используется. Есть верхний хват, есть нижний хват. И, пожалуйста, используйте эту терминологию. Особенно, если вдруг так случилось, что вы записываете ролики на YouTube, и вас смотрят дети. Потому что недавно я наткнулся на перевод ролика Джеффа Кавальера, который сделал также безграмотный какой-то переводчик. И если в оригинале у Джеффа название видео это pull-ups and chin-ups, это английские названия для подтягивания верхним хватом и нижним хватом, это отдельные у них упражнения, которые даже по-разному называются, то переводчик, недолго думая, назвал их подтягивания прямым хватом и обратным. Хотя у Джеффа в названии про хваты вообще ничего не говорится. Давайте говорить так, чтобы нас понимали не только в соседнем дворе, но и во всем мире. Единая терминология — это ключ к успеху. А те, кто не верят в это или не согласны, могут отправиться в далекое пешее путешествие на 750 миль и 230 футов, например. Сейчас объясню. При спронированном хвате, то есть это называется положение пронации, у нас подключается плечо-лучевая и брахиалис. Прямо самые доступные слова подобрал Денис для объяснения, прям как обещал. Если говорить проще, пронация — это когда вы вращаете кисть вовнутрь к телу. Супинация — это когда вы вращаете кисть наружу. Пронация внутрь, супинация наружу. Ничего сложного. Но почему-то у многих людей со словами пронация и супинация возникают трудности. Бицепс тоже задействован, но больше нагрузка приходится на более слабые части. Брахиалис, плечо-лучевая, естественно. Предплечья напряжены, спина, грудь. Теперь разворачиваем хват на супинированный. То есть хват к себе. И здесь что мы получаем? Бицепс работает чисто. Бицепс работает чисто? Бицепс включается в работу больше, чем при других вариантах хвата, но все равно основную работу будут совершать широчайшие мышцы. Широчайшие, широчайшие. Одним только бицепсом вы ничего никуда не поднимете. И бицепс очень эффективная мышца. Здесь уже предплечья включаются тоже в эффективном для них положении, в супинированном. И бицепсы. И из-за того, что локти еще больше ушли вперед, нам проще задействовать грудные мышцы. Таким образом у нас бицепс работает на полную. Предплечья эффективнее могут включиться, чем в пронированном положении. Предплечья эффективно, бицепс эффективно, грудные мышцы. Зачем он все время поговорит про грудные мышцы? Ну, работают и работают, но их доля работы в общей сумме, она практически ничтожна, наверное. Ну, а в отжиманиях от пола работает спина. Да. Ну, и что? Мы же об этом не говорим. Им еще удобнее, потому что локти сведены, и спина, естественно, работает. Итак, мы получаем самый простой вариант подтягиваний, когда хват к себе у нас. То есть, если вы осваиваете подтягивания, то это будет для вас самый подходящий, самый простой хват. Он использовал, наверное, пять разных синонимов слова «нижний хват», но так ни разу и не сказал «нижний». И это просто удивительно, почему не использует простые слова, простые определения, международно признанные определения. Это нижний хват. И нет, он не будет самым для вас подходящим, если вы только осваиваете это упражнение, потому что возникает большая нагрузка в плечевом суставе именно за счет того, что вы с одной стороны вращаете плечо внутрь, а с другой стороны растягиваете его, и при опускании тела вниз оно будет пытаться у вас уйти наружу. Поэтому, с одной стороны, такие подтягивания выполнять будет, естественно, легче, чем подтягивания верхним хватом, именно за счет того, что вы бицепсы включаете в работу сильнее. Но, с другой стороны, это будет более травмоопасно, чего новичкам, если вы начинаете свои тренировки не в школьном возрасте, не в подростковом, я бы не советовал делать. Есть гораздо более безопасный хват, как вы уже знаете, мой любимый нейтральный хват, в котором, с одной стороны, вы используете бицепс, где тут бицепс? Нет, бицепс, бицепс. С одной стороны, вы используете бицепс, вы используете брахиалис, но, с другой стороны, положение плеч у вас абсолютно естественное, такое же, вот как вы просто стоите на земле, и, соответственно, никакой нагрузки, связанной с пронацией, супинацией руки на плечевой сустав не возникает, что очень здорово. Поэтому, самый подходящий хват для начинающих, это, естественно, нейтральный хват, который можно использовать на любом рукоходе, выбрав себе подходящую ширину для подтягивания. Еще раз, самый простой, чуть сложнее, пронированный, средний, классические подтягивания, и наиболее сложный, широкий хват, локти в плоскости тела. Понимая это, вы можете проанализировать любой другой хват. Разнохватом. Вы смотрите, а, понятно, здесь эта рука пронирована, здесь, соответственно, брахиалис и плеча лучевая, это супинированно, здесь бицепс. Понятно, я поменяю в следующем подходе, вот у вас есть разнохватом подтягивания. То есть, просто поймете, что нужно менять подтягивания, если они односторонние, то чередовать стороны. Это все, что вы поймете. Если вы поняли что-то другое, напишите в комментариях, может быть, это я просто не догоняю про подтягивание что-то. Дальше, всевозможные лучники. Это комбинации изощрения на тему подтягивания. Технически сложные, то есть, когда ты подтягиваешься, да, и себя к одной руке, потом раз, переместился, к другой руке. Санто технически сложные изощрения. Во-первых, то, что ты показал, когда ты подтягиваешься и подтягиваешься к одной руке, а потом переходишь наверху к другой руке, это не лучник. Лучник — это когда ты подтягиваешься изначально к одной руке, а опустился вниз, подтягиваешься к другой руке. Когда ты подтянулся к одной руке и затем себя переводишь из стороны в сторону, это называется печатная машинка, потому что это похоже на работу печатной машинки. Собственно, такое название на английском typewriter. И это не изощрение, это одно из лучших, если не самое лучшее упражнение, собственно, весом для прокачки, помимо спины и рук, средней дельты Да, среднюю дельту можно практически изолированно прокачать на турниках, я сделаю об этом отдельный ролик, я уже давно обещал В котором я расскажу биомеханику этого упражнения и объясню, почему оно действительно очень крутое В отличие от фитнес-индустрии, которая славится тем, что они придумывают упражнения ради упражнений или упражнения просто, чтобы сделать их клиентам весело и интересно В стрит-воркауте, если воркаутеры что-то делают, это имеет определенный смысл, значит, это дает какую-то свою особую нагрузку Здесь просто более комплексная, сложная координационная нагрузка, по группам мышц все то же самое Нет, и по группам мышц здесь не все то же самое, как я уже сказал, это упражнение позволяет включить в работу среднюю дельту, которую не так часто мы можем включить в работу И еще важный аспект Предотвращение травм Очень часто от большого объема подтягиваний начинает болеть эта связка на локте внутренней Те из вас, кто много подтягивался, наверняка сталкивались Прямо здесь она находится Связка в локте начинает болеть не от большого количества подтягиваний Она начинает болеть от того, что либо вы подтягиваетесь на пальцах и при этом возникает чрезмерная нагрузка на мышцы сгибателей предплечья Либо вы не даете себе достаточного восстановления от нагрузки и микротравмы накапливаются Само по себе количество повторений, которые вы выполняете, не имеет значения Люди делают и по 50 подтягивания за тренировку, и по 100, и по 200, и по 1000 повторений Если ваш уровень подготовки позволяет, и если после этого вы достаточно отдохнете То проблемы с сухожилием локтя, не с вязкой, а с сухожилием Именно сухожилие здесь воспаляется, а не с вязкой Не будет возникать У меня за жизнь, наверное, раз 5 были подобные обострения, которые убираются очень легко Часто вопросы я получаю об этом Если вы подтягивались к классическим хватам, широким хватам, все, что вам нужно, это поменять хват Принципиально поменять хват, например, близкий и супинированный Хват к себе, и у вас проходят эти ощущения Но вы не возвращаетесь к болезненным подтягиваниям на 3-4, вплоть до 6 месяцев То есть вы просто забываете о том варианте подтягиваний, который вызвал это накопившееся утомление связки Все, делаете просто другим хватом несколько месяцев Великолепный план, Уолтер Просто ***, если я правильно понял Надежный ***, как швейцарские часы Проблема только в том, что медиальный пикантилит относится к хроническим заболеваниям, которые могут пройти с течением времени, а могут и не пройти Я тоже думал, что если я просто не буду нагружать предплечья, не буду делать подтягивания, которые вызывают неприятные ощущения в локте, то он сам пройдет И я думал так ровно год Ровно один год я ждал, что пикантилит сам пройдет, что все само заживет Я же не даю нагрузку, максимум ограничил другие упражнения Я просто ждал, 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 и через год ничего не изменилось Вообще И небольшое исследование на YouTube среди разных спортсменов показало, что это далеко не единичный случай Моя история не единичный случай Очень часто люди, столкнувшиеся с эпикантилитом, если вдруг он действительно развился, они с ним дальше живут годами, и он не проходит И в таком случае он не пройдет сам по себе Его нужно лечить, целенаправленно выполняя специальные реабилитирующие упражнения, массаж, растяжку и так далее На канале есть отдельный ролик, можно его посмотреть, в котором я даю советы, которые подойдут большинству людей, которые столкнулись с этой проблемой К сожалению, не всем, причин у эпикантилита может быть несколько И очень важно определиться с тем, по какой именно причине у вас возникла боль в локтевом суставе Почему именно воспалилось это сухожилие Есть такие вот нюансы, которые, к сожалению, не позволят давать универсальный комплекс упражнений Но для большинства все-таки упражнения из ролика подойдут Сколько делать вообще? Как подтягивания, встраивать свою программу? Я бы делал это практически каждый день, что я и делаю В каждый подход до отказа До отказа это что значит? Это ты подтянулся сколько мог, дальше ты подтянулся несколько частичных Например, 3-4 частичных Не дотягиваешь вверх, нормально, не страшно Ты делаешь хотя бы частичные повторы И таких подходов 4 до отказа Все, ты сделал 4 отказных подхода Ты дал своему телу и тем группам мышц, которые участвуют, импульс к адаптации Проходит день Иногда, естественно, какие-то дни будут пропущены Я понимаю, что даже говоря каждый день На практике это получается 5-6 раз в неделю В реальной жизни Нужно это понимать Я уже для себя это знаю Если я сказал себе каждый день Значит, все равно по году это будет, ну там может быть 300 300 подобных тренировок Вы скажете перетренированность Нет, она не возникает, потому что это не такой большой объем Перетренированность возникает из-за объема Здесь объем невелик Частота велика, объем нет Если я скажу, что это какой-то идиотизм То фанаты Семенихина на меня не сильно обидятся Во-первых, подтягивание он выполняет не до отказа Нужно это сразу понимать Подтягивание до отказа Это когда вы висите на турнике Потянулись сколько можете, висите дальше И вот когда ваши руки начинают сами распрямляться Пальчики больше не могут держать И сами начинают открываться Несмотря на ваше яростное желание провисеть подольше Вот это называется подтягивание до отказа И здесь есть принципиальная разница между подтягиваниями И, допустим, таким упражнением, как жим лежа Где отказ наступает в тот момент, когда вы не можете выжать с себя штангу И это различие связано с тем, что у них по-разному идут кривые нагрузки Это тема для отдельного ролика Можете написать в комментариях, если вам интересно узнать побольше про кривые нагрузки в упражнениях Когда-нибудь я, естественно, запишу об этом видео Но сейчас вернемся к подтягиваниям Если вы спрыгиваете с турника до того, как ваши пальцы сами отпустили вас То вы сделали не до отказа упражнение И насколько это далеки вы от отказа, это еще большой вопрос В том плане, что делать каждый день по 4 подхода и на максимум То есть не заработать перетренированность, мне лично непонятно С другой стороны, мне непонятно также, зачем вообще давать такую рекомендацию по количеству подтягиваний Те упражнения, которые вы выбираете для своих тренировок Те количество повторений, то время отдыха Оно все исходит из того, какие тренировочные цели вы перед собой ставите Вы сначала определяете с тем, чего вы хотите достичь А уже потом вы определяете с тем, как вы это будете достигать Но никак не наоборот Совет делать каждый день по 4 подхода на максимум Это просто совет в вакууме Он вообще ничего не учитывает Тем более делать подтягивания Он, кстати, не сказал про то, что лучше делать подтягивания разными хватами Для того, чтобы прокачивать разные группы мышц И лучше делать подтягивания не только вертикальные, но и горизонтальные Для здоровья плечевого сустава Но мы об этом как-нибудь в другой раз поговорим, правда? Сейчас мы просто поговорим о том, что совет делать 4 подхода до отказа каждый день Он бредовый Он просто Это, например, такой же совет, как Совет тренироваться не более часа в день И тренироваться 2-3 раза в неделю Вот как бы Вот почему так? Почему, Денис? Если ты так делаешь, если ты делаешь по 4 подхода По тяги на максимум каждый день В чем я искренне очень сильно сомневаюсь И тебе это подходит Это не значит, что это подойдет всем остальным Это не значит, что можно говорить абсолютно каждому человеку на Ютубе Что вот так вот можно делать подтягивания Хотя, впрочем, ты фитнес-тренер Ты привык давать готовые советы, готовые ответы, решения И в плане глубины проработки этих решений у меня лично возникают большие вопросы Честно И, кстати, частота Это и есть частично объем У тебя Тренировочный объем на одной тренировке может быть небольшой Но в рамках недели у тебя достаточно большой объем И при этом и интенсивность тоже у тебя достаточно высокая Потому что ты говоришь подтягиваться на максимум И еще один совет, что следует исключать Подтягивание за голову Есть небольшой процент людей, у которых строение плечевого сустава позволяет им подтягиваться за голову Но подавляющее большинство людей будут испытывать дискомфорт в плечевом суставе И накопят травму Именно накопительным эффектом От одного раза ничего не будет, от двух, от трех Но по прошествии нескольких месяцев накопятся вот эти микроповреждения От неэффективной работы сустава В этом сходятся практически все Да нет, по-моему, все Я не слышал других мнений от реабилитологов, кинезиологов 95% людей не получат пользы от подтягивания за голову Просто подтягивайтесь к груди Я бы сказал, что 100% людей не получат никакой пользы дополнительной от подтягивания за голову Действительно, во время подтягивания за голову Ваш плечевой сустав находится в крайне неестественном положении В крайне уязвимом для травмы Особенно, если вы попытаетесь подтягиваться на максимум И вдруг вы сорветесь вниз и не сможете контролировать опускание вниз под весом своего тела Вот тогда травма просто будет неизбежна Это первый момент И с этим согласны абсолютно все С другой стороны, в плане того, что подтяни за голову дают какую-то особую нагрузку Которую не дают обычные подтягивания Здесь, наверное, не согласится никто Я не нашел абсолютно никаких исследований, говорящих Или хотя бы предполагающих, что подтяние за голову Могут давать какую-то особенную нагрузку По сравнению с обычными подтягиваниями груди Так же, как чуть ранее я говорил о том, что... Солнышко Так же, как чуть ранее я говорил о том, что печатная машинка Как вариант подтягивания дает дополнительную новую нагрузку Позволяя включить в работу среднюю дельту Точно так же я не смог найти никакой информации о том, что подтягивания за голову Дают какую-то другую нагрузку по сравнению с обычными подтягиваниями груди Если вы нашли, пожалуйста, напишите в комментариях Села батареечка, поэтому пришлось ее поменять Таким образом, что Подтягивания за голову не имеют преимуществ по результатам для ваших мышц Но имеют повышенную травмоопасность для вашего плечевого сустава Зачем в таком случае их делать, я не знаю Может быть, кто-нибудь знает, но я нет Теперь общие впечатления об этом ролике Ну, честно говоря, после первого просмотра у меня возникло впечатление Что Денис записал его чисто для того, чтобы рассказать о своем платном проекте И чтобы люди на него перешли и принесли ему деньги Потому что с точки зрения содержания Рассказывать в 2022 году о том, что есть широкий хват, хват на ширине плеч и нижний хват И чем они отличаются друг от друга Но это, по меньшей мере, очень странно Вставлять в ролик буквально на пару минут фрагмент про медиальный пикантелит И при этом рассказать про него очень криво и бестолково Это тоже надо было постараться Попутно назвать наши воркаутерские любимые подтягивания печатной машинки фитнес-изощрением Также не добавляет в моих глазах плюсов этому ролику Поэтому я считаю, что данное видео достаточно бестолковое И оно показывает Показывает точно так же, как и в ролике с Михаилом Прогуновым Хорошо, хоть Денис Семенихин не рекомендовал нам сейчас, в этот раз, фуфломицины Однако он делал это в прошлом, и мы обязательно еще пройдемся по этому вопросу Вот хотя бы за это спасибо На этот раз мы не так сильно разочаровались в тебе В плане полезности? Нет Если вы хотите узнать о подтягиваниях Если вы хотите научиться разным вариантам подтягивания Узнать, чем они отличаются друг от друга То обращайтесь к людям, которые разбираются в подтягиваниях Не которые делают подтягивания 4 подхода каждый день на максимум А те, которые действительно разбираются в них В качестве рекомендации могу посоветовать канал Андрея Кобелева на Ютубе Парень действительно очень хорошо разбирается в подтягиваниях и связанных с ними темах И поэтому из его роликов вы действительно почерпнете много всего полезного Ссылочка вот здесь, ссылочка будет в описании Реально рекомендую, сам смотрю, самому нравится На этом все на сегодня Если вам понравился этот обзор и вы хотите, чтобы обзоры выходили чаще То можете приобрести у нашего спонсора магазина WorkoutShop.ru Вот такую вот классную футболку Теперь в черном цвете с красным логотипом сегодня Вся прибыль от продажи футболок сегодня идет непосредственно на развитие данного канала А если вам не нравится черный цвет, то 9 августа в продажу поступят такие же футболки С красной надписью, но белого цвета Так что подождите немного и сможете заказать себе классную одежду для тренировок Также поддержать нас можно, если оформить подписку на сервисе Boosty И тогда ежемесячными небольшими донатами даже в 100-200 рублей Вы сможете помочь нашему каналу развиваться дальше С вами был Антон, канал Street Workout И увидимся в следующем разборе Пока!